Здравствуй, друг! Одевай-ка свои наушнички и приступай к просмотру. Тебя ждет АСМР от Лёли. Привет, зритель! Как тебе моя баррикада? Там в углу котик. В общем, я решила обозреть парфюмерию тихим голосом с руками под мои руки. Одна пока что. И как бы большая стопка. Это фавориты. За ней то, что чуть поменьше я их буду все показывать. Которые мне фавориты под настроение. То, что на раз. И то, что внезапно открыло для меня, при этом не очень так приятно. И то, что совсем параша какая-то. Которая открылась очень неприятно. Предыдущие ролики, которые к этому шли, это два стрима в субботу, в воскресенье сделанные. А это вот, в принципе, еще давно был как бы запрос на обзор теперешней парфюмерии. Ну и я решила сделать ее в роли как АСМР. Начну с самых любимых. это цветочная диска. Красные. Видно, что красные. Просто у цветочного диска было еще несколько вариантов. Мне уже как бы снятость. Это и фраше. одни из моих первых духов, которые мне понравились, которые я у них стала покупать регулярно. Но это вот флакончик, это тоже 50 мл. Кстати, это подарок от подпишицы Лёли. Тут приличное количество парфюмерии, именно от нее подарки. И есть еще духи, которые мне нравятся. И тоже они в фаворитах, и тоже одни из первых от цифр, что я стала покупать регулярно. Но они у меня даже в двух вариантах. Это лимитированная коллекция как явность Common Evidence. Туалетная или парфюмерная вода уже точно не помню. Тут уже все, что можно, стерлось. Лимитированная коллекция, потому что тут такой вот флакончик. Немножко шершавенький. С цветами. Цветы как алмазная гранка, но напоминают мне такую вот специальную обработку. Допустим, серебра и золото встречаются в украшениях, вот часто в кольцах каких-нибудь. Он пудровый аромат, очень стойкий. Вот этот, но он не настолько стойкий. Это ближе к туалетной воде. Это мандаринка и малинка. И какие-то там цветочки, в общем, сладенькие, такие сладкие, цитрусовые духи. Очень мне нравятся. Они универсальные на любое время года. Я их пока откладываю. мандаринка. А эти они, ну и пудровые, они, конечно, отличаются. вот они пудровые, их вроде как шипровые или ширповые, буду это слово называть. Они очень стойкие, даже в виде туалетной воды или парфюмерной, уж тем более духи, что у меня там есть, тоже покажу. Они, в общем, до трех суток могут держаться на коже, даже если мыться там, хоть домой эти все равно будут держаться. А на одежде-то того дольше. Очень классные. Мне очень они нравятся. Я тут долго собрала, как бы так присесть, чтобы и удобно сидеть было, и в камеру показывать. Но что-то уж как есть. подальше наверное продвинуть. И чтобы все эти духи сюда вошли. Потом посчитаем, сколько у меня их. Я достану сейчас, постараюсь не уронить ничего. Другую эвиденцию. Это уже вот те самые духи экстракт. Я не знаю, есть они сейчас на сайте или нет. Они вот очень концентрированные, их намного дольше хватает, но тоже очень надолго. И на одежде, и на теле. И действительно совсем чуть-чуть надо, учитывая, что я мои любимые, ну в общем, я с любимыми духами поступаю так, что на себя пытаюсь чуть ли не полфлакона выброснуть. Так вот, раньше было с порбланкой, которая сейчас у меня стоит в разделе под настроение. Раньше на себя выливала чуть ли не ну очень много, казалось, что вот практически полфлакона. И как-то встретила женщину, еще жила когда на механке, это уже лет может 20 назад было, или 15, или типа того. Сейчас, кстати, попробую их достать. Вот, порбланка в таком флакончике, это Эйвен, если вдруг кто не знает. Ну, а это Эйфраши, вот сейчас первые три были, это Эйфраши, это Эйвен. Они раньше были моим фаворитом порбланка, и я их скупала просто, и как-то шла, у меня был такой круглый шарик, не такие шарики, как вот там он стоит розовый, допустим, видно инкаденсенс, лотос, а, ну, немножко другого формата шарик, и девушка мне с коляской попалась, она сказала, у вас порбланка, у меня так неудобно стало, она говорит, нет, это типа круто, когда человек на себя выливает духи, и как бы не ощущает их сам на себе, при этом это считается, что как бы любимые духи, духи, которые подходят человеку. Вот у меня такое было с порбланкой, и такое со всеми духами, которые мне вот на данный момент, допустим, нравятся, но некоторые из них очень концентрированные, и на себя много не вылишь. В общем, вот эти, я все-таки их могу сказать, что-то фавориты, но сейчас они под настроение, потому что я очень редко ими пользуюсь. Или фавориты посередине. Я чуть-чуть приопустила камеру на штативе, еще управляюсь с телефона. Вот так это выглядит. И хорошо, что на Huawei такая возможность новая есть у меня. И вот, кстати, сравнение я проводила в стриме, и еще раньше, наверное, говорила, Prima от Avon, держится 8 часов, парфюмерная вода, ну, как заявлено, 8 часов, и Evidence, они очень похожи по аромату, оба пудровые, оба настолько мне нравятся, невероятно приятные, и Prima от Avon, она держится, я думаю, что она больше 8 часов держится. сейчас он кот потрясся, у меня и духи застучали, лишь бы он их не смахнул своими сильными движениями. Не знаю, как вам, а мне нравится стук серебра по стеклу. В общем, это вот фавориты. Вернусь к фаворитам, мне внезапно для меня, вот благодаря Лёле, открылись некоторые грани, другие совершенно, и Мари, у меня сейчас пока 3 и Мари, просто и Мари у меня нет, он закончился, но мне пообещали по секрету, если честно, в обмен на кое-что из этого ассортимента, чем первый номер, да, это первая категория фавориты. Если что, там возможно будет слышно, как кот ляжется, ну, кто-то любит звуки рта, тут звуки рта кота, то у нас и Мари и Эликсир, они все для меня как-то похожи, у них есть какая-то одна общая нотка, но в каком-то и Мари она отсутствует, или мне так кажется. я не знаю, как описать, но он вот нежно-сладкий для меня, этот именно и Мари, и Мари Эликсир Эйвен фаворит, это как я главил подарок от Рюли, это тоже, кстати, это и Мари Корсет, он более приглушенный, чем эликсир, мне кажется, но тоже вот такой теплый, сладкий, вообще нежный аромат, и оба фавориты, первая категория, и вот оранжевый Мари и Мари Фэнтези, конечно, надо не крышечку нюхать, вот он, мне кажется, больше напоминает оригинальный Мари, который просто Мари, даже по цвету, но в нем все равно присутствуют тут нотки эти, такие теплые, сладкие, ласковые, мне кажется, тоже подарок от Рюли, в общем, вот у меня три Мари, они у меня в фаворитах, конечно, сложно пользоваться всеми, практически, ну, не сказать подряд этими духами, потому что в фаворитах у меня большинство коллекций, это мой Морган, Морган для тебя, он очень напоминает, кстати, тоже французские духи, он напоминает мне по аромату, и вот люди, которые у меня разное время бывали в гостях или нюхали то-другое, согласны со мной, он напоминает вот этот снятость уже и фреши, цветочная диска, тоже мандаринка, сладость такая, может более насыщенный, может как-то менее, ну, что-то такое в нем чуть-чуть, конечно, отличается, но мне кажется, у него аромат соответствует цвету, дизайну, вот именно такой оранжевый, красненький и темно-оранжевый, в общем, вот такой классный очень аромат, у меня такого было флакона и 30 миллилитров, 35, и 60, и вот стоят этот миллилитров, покупала на клубнике уже очень давно, аромат ни разу не испортился, вот все тот же, и он долго у меня стоял, как-то почти не пользовался, потом как-то очень довольно быстро, совсем чуть-чуть осталось, можно сказать, стал тратиться, думала, будет в пустых баночках октября, но оно, к сожалению, или к счастью, еще осталось совсем чуть-чуть, это снятость тоже, и фроши, утро в саду была серия цветок вишни, очень классный, для меня он пахнет, вот, и был у меня еще цветок апельсина, цитрусовый цветок, он же называется, и они напоминают, есть у них что-то общее, вот тоже, кстати, снятость, это нейроли, и фроши, секрет десант, секрет эссенции, и он, они друг друга напоминают, у них есть какая-то горчинка общая, тоненькая, между сладким и чем-то тоненьким, таким горьким, но приятным, горьким, вот это вот, утро в саду, вишенка, цветок вишни, цветок, утро в саду, цветок апельсина, который у меня, к сожалению, закончился, я не успела его вовремя купить, его сняли с производства, из продажи, и нейроли, который я сейчас перейду, это туалетная вода, нейроли как бы парфюмерная, но они, в принципе, ну, она стойкая, вот эта туалетка, нейроли, у меня была маленькая нейроли, чуть побольше, поменьше, возможно, это я уже точно не помню, но я ее купила, полноценный флакон, это редко бывает, когда у меня, денег, шаба не душит, потратится на эфраше, вот на полноценные духи, если это при этом, не цветочная диска, допустим, или не common evidence, flower party, мне кажется, что он универсальный, и на холод, и на тепло, но иногда, вот может быть, на сильную жару, все-таки, нужно постереться, и только один пшик, я-то могу и побольше, вот это подарок, от подписчицы Лели, как я уже говорила, тут много от нее парфюмерии, большая часть мне понравилась, и подошла, ну как бы, это же все равно, в духе это такая вещь, что сегодня нравится, завтра нет, иногда начинает нравиться то, что, ну, всегда воротило, или наоборот, вот отворачивает, как у меня вот, будет, тоже из серии, снятая, и фрошевская, утро в саду, чайное дерево, но оно уже будет, в третьей категории, а это у нас, Эйвен, фаравей, рэбл, мне кажется, у меня был просто, фаравей, возможно, тоже от Люли, и, я не помню, как пах тот, фаравей, но этот, он у меня ассоциируется с фиолетовым цветом, с турмалиновым вот этим флакончиком, он у меня заявлен на ноябрь, в парфюмерии, в ароматах ноября, он теплый, сладкий, он мне очень нравится, но не такой вот, допустим, сладкий, как цветочная диска, или мой морган, но какая-то такая, мягкая сладость, ближе к эликсиру, или вообще все линейки, эмари, практически все линейки, эликсирую, и этой вот, и корсету, эмари, и он мне немножко напоминает мои любимые, уже снятые, фрашевские духи, от секрет де санс, и рис нуар, и перекликается с несколько нот любви, эфраше, а еще с эликсир, бла сенсуэль, тоже эфраше, они оба у меня тут есть, и я их покажу сейчас. Вот, несколько нот любви, есть аромат, похожий, дизайн, похожий флакончик, в России это называют, как бы, несколько нот любви, туалетная вода, на самом деле, это француз, как бы, во Франции, во всем другом, во всех других местах, кроме России, это совершенно другой аромат, просто, вот, как бы, дизайн похожий, и называется Да, Любовь, Уи Аля Мур, и, как бы, оно для меня пахнет, честно, именно, вот, тот вариант, Уи, да, Любовь, как детская неожиданность, не знаю, почему, вот, сколько раз не пыталась ему дать шанс, были пробники, были маленькие парфюмки, но, вот, я старалась кому-нибудь их отдать, тому, кому они больше нравятся, а вот это я повторяла, у меня была маленькая, Аминька, и, такой же флакончик, еще мне такой дарила, Лена, подписчица Минск, Терра Москва, правда, у меня тогда получилось так, что, надо было, приехала родственница, ближняя, которую очень редко видим, и, надо было срочно что-то подарить, как обычно, Лёля-выручалочка, ну, я не жалею, у меня, в принципе, этого хватает, я им пользуюсь, он концентрирован, очень насыщенный, вкусный, теплый, вот из таких теплых ароматов, которые, ну, именно на холодное время года, тут есть малинка, что-то такое, перекликающееся, с фаравэй, и немножко, эликсир Буа Сенсуэль, Таиф Роше, сейчас я достану, постараюсь ничего не вранить, эликсир Буа Сенсуэль, я его покупала, это очень редко, когда мне вот что-то такое нравится, потому что, это третий, или четвертый вариант эликсира, ну, как бы, там было два эликсира, которые, может, отличались только флакончиком, цветом, может быть, один парфюмерный был, парфюмерная вода, другой туалетный, чуть-чуть там, на какую-то нотку отличалась, его уже давно нет, есть просто эликсир, в Эфраше, потом фиолетовый эликсир, я не помню, полноценное название, а пробник у меня сейчас далеко, и он у меня был заявлен на ноябрь, в виде пробников, там несколько такая, гость пробников, это интересно, просто посмотрите этот ролик, он в плейлисте парфюмерии, и мои ароматы на ноябрь, вообще сейчас, в принципе, он прикреплен на стене канала, в разделе сообщества, там есть этот фиолетовый пробник, он мне очень нравился, сам эликсир мне напоминает пластилин, чувствуется пластилин, а этот, он сочетает себе ночную ваниль, потом элис, нуар, и сам по себе эликсиры, как-то втроем, они очень хорошо сочетаются, мне очень нравится этот аромат, насыщенный, кот у меня, надеюсь, он аккуратно пройдет сейчас, тише, те же, вроде как духи не нравятся, по крайней мере, это считаю, что так очень сильно пахнет, я надеюсь, что он не будет сильных звуков таких создавать, ну, как пойдет, в крайнем случае, простим нашего кота, да, я сейчас пишу через микрофон пушку, соответственно, мне как бы так, на нем именно удобнее, когда с руками, просто сравним звуки, ощущения ваши, и голос, у меня сейчас, в принципе, больше к тихому, чем к шепоту, короче, эликсир, буасунцель, тоже на холодное время года он, и, ну, очень он мне нравится, и мне нравилась ночная ваниль, и фраши, она же нравилась моей сестре, одной из, но, к сожалению, по-моему, всю линейку Секрет Десант сняли, а этот он изначально, как бы, был от Секрет Десант, но сейчас он, вроде как, сам по себе, у него даже какое-то время менялся флакончик, я не знаю, как сейчас есть ли он на эфраши, но вот такой, я уже два раза покупала, именно такой формат, это 30 мл, и маленькая у меня была Минька, 5 мл, и я очень надеюсь, что он, если вдруг, у меня закончится, однажды, то где-нибудь он, ну, или на эфраши его еще оставят, даже если вдруг будет переиздание, по крайней мере, не испортят его, как вот бывает, чайное дерево переиздание, но уже как-то не то, в общем, вот такой вот тоже фаворит, можно говорить о нем вечно, кот чешется, а это уже Эйвен, у меня таких два, это мне отдала моя знакомая девочка, ну, скажем так, бывшая знакомая, у меня такой было, ну, такой я покупала, а ей как бы не понравилось, она узнала, что мне нравится, и просто мне отдала, за что ей спасибо, это Эйвен, Месмирайз Блэк, я такой покупала, когда еще была представителем Эйвен, и у меня есть отзыв на него, я в свое время назвала его, аромат солнца, но я рекомендую, можете просто загуглить, но не кайве форевер, и вот, на рекомендую, аромат солнца, сейчас он на меня открывается, по-восточному, больше так вот, и можно его даже сказать, отнести к ароматам настроения, но он все же где-то посередине, так же как по бланка, кстати, тоже Эйвен, а раньше он открывался, он напоминал, были какие-то нотки такие, и от эликсира, и несколько нот любви, и форовей, что-то такое вот общее с ними было, и даже вот эмали, корсеты, и эликсир тоже, сейчас он более какой-то, ну, более восточный, больше специями какими-то отдает, а вот второй, это подарок от подписчицы Люли, тоже Месмирайз, только Мистик Амбре, и, кстати, когда-то у меня была амбровая вуаль от Ифраше, но сейчас в ней, в этом флакончике, находятся мои экспериментальные духи, к ним тоже перейду, в общем, вот такой у меня как бы, я не знаю, сколько всего Месмирайзов, но для меня это вот, как бы, новинка, я с ним впервые познакомилась, благодаря Люле, и он такой теплый, приятный аромат, вот именно, как я уже говорила, вот, вот допустим, это все-таки более, другая категория, более летняя, почти универсальная, а это то, что холодная осень, холодная весна, зима, вот самое то, летом, к сожалению, он по большей части, все-таки ароматы, очень тяжело воспринимаются, иногда даже, может, голова заболит, у меня был аттракцион, просто, очень вкусный, такой аромат, там месяца за 2 или за 3, он ушел, и ударила Люля, на день рождения, а этот она мне тоже подарила, но это у нас уже, аттракцион сенсация, и он мне по цвету напоминает, снятый в Арифлейм, Дивайн, и немножко, вот какая-то нотка тоже есть, вот мне кажется, и сейчас она мне, опять же, напоминает, что-то, мне кажется, что у Ариф, пардон, у Эйвен есть, у меня, кстати, нет ничего тут от Арифлейм, у меня тут Фаберлик, и Фроше, Эйвен, Морган, Элизабет Артен, что-то такое неведомое, русское производство, и вот мне кажется, что какая-то у некоторых парфюмерных ароматов Эйвен, есть какая-то общая нотка, допустим, у Ямари, у Форовей, у, немножко, у Мэйс Мэйрайза, вот именно вот у этого, они как-то чуть-чуть перекликаются, у них что-то такое вообще есть, оно мне нравится, мне нравится, что-то они как-то немножко схожи, вообще-то напоминают, такое красное вино, которое можно в черный чай добавить, у меня такие вот ассоциации, русская неведомая фирма, Моноаромат, сирень, очень мне нравится, мне кажется, он универсальный, мне его когда-то давно подарили, без коробочки, вот он так вот и выглядел, полненький, конечно, был, и он у меня как-то шел, я его редко пользовалась, а вот с весны этого года, он у меня как-то очень даже пошел, и почти во всех месяцах ароматов, он у меня был заявлен, сейчас у меня на ноябре, и как бы фиолетовый цвет, он у меня на ноябре, цвет ноября фиолетовый, как я назвала, так и по ощущениям, и вот он очень такой, по-разному иногда открывается, сирень, кот кушает, но именно такая вот, как бы летом она летняя сирень, когда холодно, она такая теплая сирень, очень классный, ну я думала, что он закончится, но внезапно он пока еще нет, подходит в эту троицу, форовый, рыбл, где тут у меня он, аттракцион был тоже заявлен, и вот как раз сирень, это подарок от знакомой девочки, с которой мы не общаемся уже, по ее инициативе, ну будем считать, что разошлись, как в море пароходы, вот так же, вот этот был, как бы отдала, а это подарок, это одни из моих любимых духов, одни из моих, из первых духов, которые вот мне мама подарила, у меня был Биг Мосс, и Элизабет и Арден, зеленый чай, я в свое время хотела собрать всю коллекцию зеленого чая, ну как-то вот стабильно, когда хотела купить, или чего-то не было в наличии, или вот, ну, был какой-то другой аромат зеленого чая, парфюмерная вода, возможно не помню, но как-то чуть-чуть отличались, а это вот уже, вот единственное, что осталось, это как раз от той девочки, Грин Ти, Элизабет Арден, легкая летняя водичка, не совсем стойкая, но вот на очень сильную жару, самая то, я ее иногда пользовала, по большей части в жару, вот как вот, спрей такой для тела, со всех сторон на себя прискажешь, очень классный аромат, нежный, и вот, несмотря на то, что сейчас уже как бы холодно, такая конкретная осень, ноябрь начало, он открывается все так же нежненько, есть другой зеленый чай, от Ифраше, утро в саду, про него я уже говорила, я к нему перейду, он внезапно сегодня открылся, ну уже вчера, совершенно как-то иначе, и, ну не то, не все, тут немножко еще осталось, буквально три ароматика, из фаворитов, и потом мы уже перейдем, к тем, которые под настроение, но некоторые из них были, когда-то тоже фаворитами, тоже очень нравились, сейчас уже вот, ну как бы стоят, жрать не просят, кушать не просят, да, по-нежнее, если так будем, но вот именно под настроением, могу долго-долго пользоваться, а потом забыть про них, они стоят, роза, утро в саду, моноаромат, от и фраше, снятость уже, очень хороший аромат, ну конечно, туалетная вода не особо стойкая, ибо туалетная вода, но очень классный аромат, как допустим, бывает пуэр с розой, роз с цепью, или черный чай, или тот же, допустим, тоже называют его черным чаем, в России, дианхон, допустим, с розой, очень классный аромат, вот именно такой запах, как бывает вкус, кот берет ковер, тише, 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 ну ладно, пусть ковер, если бы не обои, и последние два, в этой первой категории, это мой любимый аромат, я считаю его оригиналом, потому что, как бы у него еще несколько вариаций есть, это Саммер Вайт от Эйвен, Саммер Вайт от Эйвен, это единственный сейчас аромат, который вот такой, линейки у меня остался, я считаю, что для меня вот одинаковые, ну не то, что одинаковые, схожие, есть Лайт Кокаин, какой-то русской фирмы, потом Лайт Блю, Дольче Габбана, иногда покупаю себе, ну так как сейчас, с одной стороны, финансы поют романцы, честное признание, с другой стороны, у меня вот сейчас есть пока, вот этот вот ароматик, очень много раз покупала этот флакончик, когда была представителем, и когда не была до и после, старалась покупать, как только заканчивался, и про запас тоже брала одно время, потом он напоминает мне еще, вот есть натурель от Ифраши, она мне не кончилась, кажется, в этом году была, в пустых баночках какого-то месяца, я раньше покупала натурель, но опять же, все из-за того, что финансы поют романцы, с другой стороны, если вы вдруг хотите сделать неприятное, но, допустим, стать моим спонсором, кнопка, кстати, есть на канале, и под каждым роликом, так же, как ссылка в инфобоксе, вам не особо жаждется, то вы можете просто мне подарить, допустим, натурель и фраше, или дольче габбана вливают, и то, и другое, но это чисто по желанию, в общем, очень классный аромат, свежий, летний, но он, я считаю, универсальный, именно поэтому он в фаворитах, и он раскрывается всегда одинаково, будь то холод зимой, или лето жаркое, или там какая-нибудь очень, именно вот бывает такая серая осень, вот последние дни такая погода, что не хочется из под одеяло вылезать, и вообще, чем учишь что-либо делать, заставляя себя, вот он такой, вот он на все, все времена, мне кажется, очень классный, он мне очень нравится, если вы любите свежие ароматы, не именно, вот допустим, есть вот там цветочные, есть какие-нибудь, типа зеленые, черный, зеленый чай, да, или вот такие, с голубенькой крышечкой, хотя у меня есть один аромат с голубенькой крышечкой, совершенно не по, не формат в этом плане, потому что не такой свежий, даже рядом не стоял, то вот Summer White вам как свежий аромат и очень подойдет, советую вам. Последний в категории фаворитов, это тоже уже дикая снятость, и фрошейкинская вода, чайное дерево, зеленый чай, оно более стойкое, и более насыщенное, чем Ализабет Артен, и чуть-чуть вот, ну как бы более резкое, может быть, чуть-чуть отличается, но оно и по цвету-то, смотрите, это более нежно-зеленый, а тут такой даже желтовато-зеленый, скажем так, как говорят, вот белый чай, да, что такое белый чай? Ну, это как зеленый, только более желтый, желтый чай, это как зеленый, только более темный, ну и вот, очень классный он мне нравится, я все время покупала его часто, его давали в подарок, у меня одна из сестер любит вот такой аромат, в общем, у меня есть, ну как бы много родственников, не родных, а вот именно воюродные, троюродные, одна из сестер любит что-то типа ночной ванили, такие вот ароматы, а другая вот такие, вот как чайное дерево, у меня в этом году закончился тоже, вот кейнская вода была, и фрошей тоже сняты, из вербена, очень нравился аромат, он напоминал мне леденцы, типа дюшес, в этом, кстати, есть какие-то нотки, тоже немножко дюшеса отдает, и я его летом по большей части использую, так же, как Элизабетта Артен, зеленый чай, именно так вот на себя, со всех сторон, особенно если после душа выходите, и место лосьона для тела, на жару, вот это вот супер вообще, переходим к второй категории фаворитов, которые как бы под настроение, фавориты, но под настроение, очень меня в свое время радовало, Femme от Avon, у меня даже, по-моему, это второй флакон, но вот первый я так быстро уделала, еще когда была представителем, а этот, ну, стоит, есть, не просит, я просто про него, если честно, забыла, приятный, нежный аромат, так, про него я тоже забыла, но он мне очень-очень нравился, я даже долго ждала в свое время на него скидку, прежде чем купить, это Aven Love, для меня он пахнет ванилью и мандаринками, и вот до сих пор он так пахнет, ванилью и мандаринками, мне очень, кстати, нравятся ванильные ароматы, но чисто такой ванили у меня, к сожалению, больше нет, что вот просто такая ванилька была, это подарок от подписчицы Лёли, Soft Mask от Avon, вот, кажется, глядя на флакончик, будто он такой летний-летний, и, допустим, роза утро в саду, тот же самый Summer White, или что-то такое, но вот оно, мне кажется, ближе к таким вот теплым ароматам, на холодное время года, вот что-то такое чувствуется, нет, оно не разное совершенно, у них нет общих нот, но именно как с такой вот темой, что именно, мне кажется, на холодное время года он нормальный, вот на какую-нибудь жару, мне бы показалось, что он супер концентрированный и тяжелый, но я его буквально два-три раза еще только использовала, просто очень много духов, ну и нереально там, допустим, каждый день по два-три раза кого-то использовать, да, Такие у меня была Минька подарок под предписчицу Лёля, а это полноценный флакон, я в свое время покупала в Эфраше, у меня вообще была очень большая коллекция в свое время вот таких флакончиков серии натуреля, Тейвен, фойпардон от Эфраше, но осталось сейчас только трое, на Туреле в этом году закончилось, еще два каких-то аромата закончились ранее, еще до видеоблогинга на YouTube у меня были как бы блоги, блогерством давно занимаюсь, но именно, видимо, блогер Грэм стала летом 2015 года, так конкретно, и до этого момента у меня было несколько таких духов разных, я старалась покупать, как только такого формата флакончик выходил, но сейчас, по-моему, именно такого формата Эфраше уже не упускает, а это Асмантус, можно сказать, практически моноаромат, но там есть нотки натурель, очень хороший, классный, лучше все-таки использовать, ну, на теплое время года, я его конкретно так узла, он, мне кажется, довольно стойкий, но его одного пшика вполне бы хватало, ну, или на 2, 3, 4, 5 шипшиков, можете с ног до головы себя облить, под настроение, я помню, что мне Лёля дарила, это, кстати, тоже подарок от подписчицы, Лёля, она мне дарила лосьон, а, нет, гель для душа, он мне очень понравился, потом она мне подарила набор, там был гель для душа и вот эти духи, и я не очень помяла тогда аромат, но они у меня тоже как бы зашли, они мне понравились, но вот в какой-то момент вот они встали на полочку, ждать своего часа, когда у меня дойдут до них ручки, это Офи Эрик Сенсуэль Фаберлик, и я снова буду ими пользоваться, ой, пардон, задела камеру, мне кажется, они и на лето нормально, и на сейчас бы хорошо, я даже их хотела взять на, как бы на сейчас, но в итоге у меня к фиолетовому цвету ближе шли другие, кот пошел в туалет, это тоже подарок, по-моему, от Лёли, если я путаю, то можете поправить меня в каментах, потому что я могу забыть, кто от кого, это Инкаденсед Флейм, хороший теплый аромат, но я уже так занюхалась девчонки, и возможно мальчишки, мало ли кто еще будет это смотреть, помимо девчонок, ну, учитывая, что это еще СМР, но некоторые же еще и слушают, помимо того, как засыпают под СМР, мимо уже там все проходит, я не помню сейчас его аромат, я его на днях специально нюхала, мне кажется, с одной стороны, что он напоминает немножко Reflame Divine, который вот у них снятый, а с другой стороны, я не уверена, и возможно только мои ассоциации, ну, у меня иногда бывают очень странные ассоциации, которые только для меня они такие, а для большинства людей они вообще как бы день и ночь, но он мне нравится, я, слушайте, его даже пользовала, как-то так, он почти на одну четверть, в общем, вот сюда он пойдет, это у нас на под настроение, маленький флакончик, мне в прошлом стриме говорили его название, но я забыла, это от Mary Kay, подарок от подписчицы Лены, которая из Минска и из Москвы одновременно практически, мне кажется, что он более какой-то нежно-цветочный, но и на щас бы тоже подошел, снова подарок от подписчицы Лёли, это Little Black Dress Weekend от Avon, и мне всегда казалось, что Little Black Dress, это какой-то один аромат, без всяких вариаций, и он вроде как-то не очень мне нравился, я помню, у меня подруга, когда еще была, когда она тогда еще, в общем, тогдашняя моя подруга того времени, когда еще была представителем Avon, она у меня заказывала Black Dress, и что-то он мне не пошел, сам вот просто понюхать, но я тут узнала, что, оказывается, есть еще и уикенды, ну, довольно нежный, цветочный аромат, и вот прям, можно даже сейчас попрыскаться, мне кажется, ну, даже вот на такую полухолодную осень. Дальше сейчас пойдут два аромата, лимитки, натурель и фраше, я не помню, кто есть кто. У меня, похоже, флакончик просто еще был Тропикана, потом 2014 год, лимитка, лето 2014 года, так и называлось, лето 2014 года, и Blue Vegetal, я не помню, как в России его обозвали, но я их называла голубые овощи. Ну, видно, что я их пользовала, в свое время они мне очень нравились, у них общая нотка, но вот если натурель, она более свежая, то здесь, вот здесь, это даже напоминает Мингшу немножко, вот я сейчас поняла. хотя у Эйвен есть пара ароматов, но они как бы лотос, я так поняла, и кувшинка, или что-то в этом роде, они не, напомню, не похожи на Мингшу, вот я тут разнюхала, их поняла, что вообще, ну как бы, не то, чтобы день и ночь, но не то. Чувствуется свежесть, но она более приглушенная, мягкая, и теплые такие ароматы, вот они бы на сейчас пошли, летом, мне кажется, они как-то, ну тяжеловато мне воспринимались, кто из них, кто, мне кажется, надо в интернете посмотреть, лимитки натурели, фраше, там будет ясно. И еще четыре аромата, из них три, или два от Эйва, это мне подарила девочка, которая ко мне приезжала на механку еще, ой, я не помню, в каком году, Таня Китаева, у нее есть блог, у нас у меня на канале, скорее всего, в плейлисте встречи с подписчиками, или со зрителями, или что-то в этом роде, или блоге, или что-то такое, ну просто загуглить, забейте в поезд, у меня на канале Таня Китаева, есть ролик, я его даже в однокласснике в свое время репостила, вот она мне подарила такие духи, это арабские, масляные духи, я долго каждый раз соображаю, как их открывать, ну вот, я на днях их открывала, они откручиваются, я думала, снимаются, почти незаметный аромат, ну в принципе, масляные духи, что от них еще ожидать, ну в смысле, я имею в виду, что это, конечно, круто, все хорошо, но я вот каким-то, вот подобный аромат, мне больше нравился, более яркий, как тут, алхараман, майн, или как-то, вот, да, она мне показала, доставала, я-то думаю, зачем она мне пачку сигарет дарит, а это, кажется, так духи упакованы, вот, я ими пользовалась, но они вот действительно под настроение, напоминают мне сейчас какие-то мои ароматы, которые я сама делала, на основе эфирных масел, и базовых масел, это мне отдала девочка, что задарила Элизабет Арден, и отдала, мы смираясь, блэк от Ревен, это у нас фаберлик, каори юдзу, юдзу, это японский лимон, правда, фаберлик, он в транскрипции, по аромате, неправильно, потому что, зу, юзу, зу, нет такого звука, у японцев, у них есть джу, д-з-у, юдзу, он, конечно, был тоже открытый, пользованный, у него была, хотя и был в коробочке, у него была коробочка, я ее уже выкинула, и сначала я не поняла, зачем она мне подарила, отдала мне этот компот, из серии, как она раньше делала, пока мы общались, бери боже, что она мне гужа, ей не подошла, она считала, что мне самое то, но на днях он на меня открылся, именно как вот, что-то среднее, между, лиза бетарден, и кейской водой, тоже зеленым чаем, оба зеленых чая, ты фраше, посередине, что-то такое, немножко, даже близкое к вербене, нежное, такое, летнее, свежее, хороший очень аромат, и он у меня в фаворитах, но в фаворитах под настроение, вот пытается куда-то прорваться, я даже не знаю, где он там, а он пьянина почему-то пытался насиловать, удивительно, это Raven Summer White Bright, я покупала, когда еще была представителем, мне казалось, что зеленая коробочка, крышечка, это что-то типа зеленого чая, ну или близко к нему, не могу сейчас передать аромат, но мне, насколько помню, он более, он летний, теплый, мягкий, но не свежий, хоть и мало видно, что я им пользовалась, допустим, но в сравнении с той же, где у меня эта голубая крышечка, а вот она, допустим, просто с Summer White, оригиналом, но все же я им пользовалась, и последнее, в фаворитах паднастроения, во второй категории фаворитов, и вообще во второй категории духов, на втором месте, это у меня Raven Summer White Paradise, это подарок от подписчицы Лёли, я хотела такой аромат купить, когда еще была представителем, но не успела, меня забанили, а Лёля вот как раз, один из тех людей, которые, если, ну, мне, конечно, всегда неудобно просить, так вот, когда меня в лоб спрашивают, я учусь просить в лоб, когда мне хочется, но неудобно, в общем, ну, она меня спросила, я попросила, что мне бы хотелось их попробовать, она мне их любезно прислала, за что есть большое спасибо, мне вот почему-то кажется, что тут есть ноты персика, мне, конечно, надо было, наверное, посмотреть в Raven, там, в каталогах, всех в интернете, какие ноты, как, но иногда пишут ноты, а для меня они воспринимаются совсем иначе, чем написано, в общем, вот, такие, такой аромат, нежный, летний, это вторая часть у меня, сейчас пойдет более мелкая часть, я повернула камеру в ту сторону поближе, ну, как бы мне-то это подальше, но именно туда, где вот оно стоит, сейчас пойдут вонючки, это четвертое место, и третье место, ну, как бы ароматы на раз, ну, пришел котик наш, ароматы на раз, которые вроде как нравились, но понимая, что вот такие похожие ароматы, их много, они друг друга как-то косплеят, и без них вот, ну, есть он и есть, нет его, я бы вполне спокойно прожила, и те ароматы, которые я, слушайте, я не могу это не записать, он только что пытался играть с флагончиком духов, при том, что ароматы ему, как бы, не нравятся, это для тех, кто любит котика, кишка, возможно, звуков тут особых и нету сейчас, возвращаемся к нашей троечке, в общем, такие духи, которые я выставляю в категорию, если вам нравится, и вам это хочется, то вы можете у меня это приобрести по символической цене, ну, там, на что-то отменять, или просто оплатить, допустим, доставку, в общем, то, что, про что я говорила, оно мне нравилось, оно мне вроде как шло, но потом я открыла что-то другое, и я поняла, что оно друг на друга немножко смахивает, а потом оно у меня стояло, стояло, и я поняла, что оно, ну, не то, что я бы хотела, допустим, пользоваться, и если оно, допустим, закончится, то оно, ну, я не буду жалеть, мне не захочется это повторять, вот, то, что я тут обозрила всю эту кучу большую, это как раз вот те ароматы, которые я с удовольствием повторю, а это, это у нас Эйвент Резель, это подарок от Юли, если что, я разрешение от нее получила, на тему того, что если не подошло, то можно кому-то отдать, легкий, чуть-чуть горчинкой, немного сладкий, но вот, почему-то он, мы с ним друг друга не поняли, хотя вот, я сейчас поняла, он на меня напоминает маленькую миниатюрную бутылочку вина, я похожую бутылочку привозила в виде сувенира, одной своей подруги, когда я ездила в 2014 году, с Ярубл Тур Экскурсии в Таллин Хельсинки, как раз вот из Талина в Хельсинки, на пароме Викинг Клаб. В общем, ароматы на раз, ароматы на раз, первое место. вот это я просто не поняла, хотя тоже аромат на раз. Наверное, я не понимаю, как это называется, люкс, это от Леванты, от Тани Китаевой, Нарцисса Родригес, для нее. Как бы я пару раз им преснулась, но вот даже вот это, наверное, как-то более мне зашло, чем вот это вот. почему я сразу два беру? Мне казалось, что Incandens Glau от Avon это лотос, оказалось, что тут иное. потом я узнала, что Incandens Glau от Avon это тоже лотос, для меня они пахнут одинаково. Очень насыщенные. Хотя вот в этом нотка чувствуется, вот в этом чувствуется нотка Уилла Мурта, Любовь от Ифраше, которая считается в России как бы вариацией несколько нот любви, либо у них вакончики одинаковые, ну, похожие. В общем, это-то несколько нот любви, но вот Glau от Incandens Glau оно мне напоминает, сейчас я поняла, вот именно ту да, Любовь от Ифраше. И она совершенно не напоминает этот Минкшу, который в Ифраше был два вариаций, туалетная вода и парфюмерная вода, у них некоторые нотки отличались, они были именно вот этот самый лотос, но это не лотос, это не тот лотос, никак в Ифраше. Если вы до сих пор тоскуете по, у меня подруга до сих пор страдает, очень нравился Минкшу, это Фраше, до сих пор страдаете по Минкшу, это Фраше, это не ваш вариант, это что-то иное. И я немножко им пользовалась, но что-то вот, может быть, на какой-то период времени оно шло нормально, но вот на днях я его прыснула, и честно, у меня даже голова от него разболелась, и как-то очень так, я в душ полила после него, а после второго я поперлась быстрее, быстрее, быстрее на воздух, хотя вот такой красивый, удобно держать в руке, перламутровый шарик, и я им пользовалась даже какое-то время, но не знаю, что мы с ним не поделили, он тоже как бы аромат на раз, вот есть хорошо, круто, это тоже подарок от подписчицы Лёли, вот тут редкий случай, когда, ну, не подошло, как бы красиво не выглядело, но внезапно, совершенно не то, что вот ожидаешь от этого розового флакончика или там синего с переливами, оба перламутровые шарики, но не моё, к сожалению. Мне линейка вообще как бы не очень нравилась, вот туда я пробовала, оно мне вроде подошло, но не очень, Tomorrow, Always, и Always, когда Лёля мне подарила Always, тоже подарок от неё, я побоялась, что это было что-то такое между Today и Тумуру, что-то жуткое, какая-то ванизма, я их так воспринимала, именно эти два аромата, и как же его открыть? Ну, он внезапно открылся нормально, и вообще, как бы день и ночь с этими двумя ароматами из этой линейки, но вот, честно, для меня он кажется, как Тризель, вот именно, когда Тризель я пользовалась, у меня ощущение было, что вот, поставь их вот, ну, может, конечно, это не за одного флакона выливалось, но, поставь вот так их с крышечками просто, прыск-прыск, я бы взяла, не глядя, и подумала бы, что это Тризель, или взяла бы Тризель, и подумала бы, что это Always. Третий вариант, третья категория, на раз. Внезапно, вот тот самый аромат, который для меня сегодня открылся совершенно иначе, он напоминает зеленый Морган, который у меня был, а зеленый Морган для меня немножко, ну, отдавал петрушкой и укропом, помимо прочего. Он напоминает мне райское яблоко какой-то азиатской фирмы, не помню совершенно, но выглядит. Флакончик там такой, вот как яблочко было. Давно еще покупала на эти недели. Возможно, оно когда-то в первых моих обзорах парфюма еще было, успело побывать на канале в 2016 году, а возможно и нет. Возможно, оно закончилось раньше. И вот внезапно утро в саду, чайное дерево, снятость от Ифраше, которое всегда было посередине для меня между Элизабет Артен и Кеньской водой, зеленым чаем от Ифраше, тоже снятостью, открылось именно так, вот каким-то чем-то горьким, травянистым, совершенно не свежим. И, ну, ну никак. Я сегодня его приснула на себя по обыкновению, вот просто так думаю, ну, сейчас пойдет он. Он был всегда на любое время года, любое время суток. И вышла гулять, думаю, такая гадость, думаю, ну, на улице-то он точно раскроется как раньше, как надо, как-то по-другому, но жуть. Что с ним стало, что с ним пошло не так, почему он так для меня открылся вдруг, я совершенно не представляю. У нас тут баррикада стала падать. Аромат, который не сочетается, не передает голубую крышечку, это не свежесть, я не знаю, какая-то русская фирма называется вообще Оде Пар... Да даже не парфюм, О... О... Пар Бьюти. Вода Пар Бьюти, которую кто-то из моих родственников, точнее, даже родственников моих родственников, не кровных родственников моих родственников в свое время подарил бабушке на какой-то там праздник, как бы скажем, наследство, да? Что-то общее немножко есть вот зеленым чаем, только не травяное. оно не свежее. Ну, как бы там есть свежесть, но это не та свежесть, как, допустим, натурель или лайт блю от Гульча Габбана или лайт кокаин от какой-то российской фирмы, возможно, все та же самая фирма. Биес мне что-то напомнила. У меня было что-то от Биес и вот похожий аромат. Может быть, это тоже Биес, не знаю. Была какая-то фирма, я не уверена, что она русская или французская, Биес. И она это не Эйвоновский Саммер Вайт. Это что-то вот, оно ближе к Эйвоновскому зеленому Саммер Вайту, мне кажется. Даже сейчас я постараюсь тут в этой баррикаде найти. Зеленый Саммер Вайт. В общем, если этот немножко приглушенный, то здесь вот он более приятный аромат относительно этого, но хотя этот мне нравится больше. В общем, такая своеобразная непонятная штука. Если кто-то захочет, то милости просим. И я немного им пользовалась. Вот где-то там две трети было расходовано бабушкой. Где-то чуть-чуть вот одну эту треть начала я пользовалась еще на Меганке какое-то время. Но вот аромат на раз и ближе к серии не подошло. Либо внезапно перестало подходить. аромат, который я просто не поняла. Это подарок от пищи целлюли. Это Эйвен Оде Букет. Казалось бы, должно пахнуть цветами. Но оно мне напоминает Уидо Ламур до Любовь от Ифраше. Внезапно. Сейчас пойдет еще один аромат. Это от Леванты еще когда я сидела в группе риски и на одном форме еще где-то года за полтора до видео блогерства. Вообще это какой-то люкс, но я не знаю название. Девочка меня тогда не подписала. Вконтакте у меня давно уже переписка пропала с ней. Так что если вдруг я просто не знаю как передать он сначала открывается как свеженьким чем-то таким а потом местами горчит. Если вдруг чисто на ваш страх и риск если кто-то захочет вот такое вот. Тут я даже не знаю но может она не полная была у нее и она может где-то вот столько может быть сейчас. Я эмотила раза 2 или 3 пользовалась ну в общем как-то вот вообще вонючка вонючка раньше она мне очень нравилась у меня была ассоциация что это что-то близкое к натурель от ифраше к саммер вайт от эйвен это у нас я не знаю или это название фирмы дальше название духов какие-то русские духи или же это у нас полностью такое название орхидея макара вот так громко дышит он красивый но к сожалению внезапно перестал идти уже где-то год с лишним как перестал идти хотя я где-то треть использовала это моей подруге подарил ее брат но ей не нравится такой аромат и она у меня в свое время когда узнала что я меняюсь поменялся парфюмер парфюмер она один на один я ей просто отдала, уже в общем поменялась мне хотелось эти духи а ей хотелось косметичку и дезик и вот эта песня о языцах это у нас а нет, у меня все-таки было одно от Арифлейм, люди это Арифлейм я и забыла совершенно про этот ужас это Вандерфлауэр волшебный цветок когда-то моя знакомая зярика, которая вот мне дарила Элизабет Артен отдала Юдзу Каори от Фаберлик потом Мисс Мира из Блэка Тейвен отдала мне вот это, она была представителем Арифлейма и рекламила эти духи а мне очень хотелось пробник попробовать, просто если понравится я бы потом купила я заказала у нее пробник и что-то еще но она конечно ни черта мне не отдала, но в итоге она решила, что она заказала себе эти духи ей они не понравились, она считала, что через 20 минут перестают пахнуть, но не стойкие туалетная вода это вроде как и она их отдала мне, хотя мне вот просто ну понюхать хотелось чисто вот понюхать и они мне не подошли я не знаю как это передать но я думаю вот кто Арифлеймом занимается или просто вот вот почитайте, наверное там пахнет именно теми нотами Вандерфлавр но для меня они как-то с этими Орхидеи Макара рядом стоят и такие вонючки вот прям знаете до тошноты вот ощущение будто меня укачало в автобусе где какой-нибудь химический ароматизатор висит вот это четвертое место это вот ну возьмите их кто-нибудь ну и последнее это просто уже вот то что делала я сама оно как бы вне категорий мой эксперимент во флакончике из-под амбровой вуали секрет десанцифраше у нас сейчас узнаю кто лотос у меня было масло лотоса такое между косметическим и эфирным для аромаламп тут еще какие-то там дополнения но тут такая конкретно базовая основная я уж не знаю как сказать но очень так чувствуется именно лотос лотос от люли нет если кому-то вдруг захочется лотос от люли я могу его продать по символической цене так во флаконе от бикмос кто у нас тут лавана это опять же если хотите производство люли флакончики правда не мои так тут у нас кто в губках откройтесь губки губки откройтесь что-то как-то левая рука открыть не может а правая может я не помню чем но оно приятное если вам интересно у меня есть группа вконтакте называется травник проверен на себе или травник какой и ссылка есть в инфобоксе под видео каждым практически и на канале на самом разделе о канале там ссылочки есть травник и ком моя группа по-моему она называется так же для канала там есть где-то фотка и написан от руки состав скорее всего еще и напечатан печатно и фотка вот с этими попутно духами там как бы написано что это это масляные духи масляные духи чем дольше стоят тем больше насыщаются вот как раз за тот вариант во флакончике от ифраше от до страстной любви масляные духи роза приглушенный аромат розы я их наполовину уделала я в свое время их я их сделала когда у сестры еще работала в 2017 году в конце в магазине женской одежды назывался магазин фифа к сожалению закрылся по определенным причинам скажем так ну независимым от нас причинам и я тогда пользовалась духами и женщина напротив продавщица другого магазина она когда узнала что эти духи сделала я она сказала что же ты вообще не пользуешься что типа так редко на волосы наносить волосы долго держат аромат в общем это масляные духи основа масляная базовое масло уже не помню какое и эфирное масло розы и что-то еще и это не та чайная роза допустим как моноаромат от ифраше утро в саду туалетная вода это тут она у меня в этой баррикаде ты их найдешь а именно такая более нежно приглушенная роза вот тот вариант как вот эти масляные духи когда нежный аромат он чувствуется но все-таки не так как допустим духи парфюмерка какая-то где есть допустим спирт а именно как масляные духи ближе к коже он чувствуется тонкий такой нежный аромат тонкий тонкий ну допустим если вы ждете что-то вау пшик такой плеск плеск этих эмоций именно как ароматов тот не то это более приглушенные и первые мои духи это до сих пор они пахнут корицей когда в составе у них те эфирные масла что я сочетала масла корицы не было вообще все кто их нюхал всегда говорили разные моменты что не пахнут корицей всегда всегда я подносила людям бабушка у меня тогда еще их нюхала в 2016 году и сестры и та и другая и тетя и подруга и разные люди я когда им открывала и говорила чем пахнет они говорили корица а потом спрашивали что там типа как бы должно быть в общем вот такая у меня коллекция парфюмерии пробники я не обозревала как я уже сказала я сейчас просто вам как-то эту баррикаду засниму полноценно отдельно возможно было не очень асмрно в плане звуков но кого-то ведь усыпляет и тихий голос я надеюсь что вы все-таки словили мурашки не словили то где тут она вот мурашка кто не словил забирайте баррикада даже не баррикада а совал я правда не уверена что звук штатива был очень такой мушашестый мурашка ну вот всем спасибо за просмотр кто не по асмру а по парфюму ну кто не уснул а досмотрел до конца и да следующий стрим у меня будет посвящен как раз вот парфюмерии которая на отдачу всем теперь совсем пока